Всем привет! В эфире «Юный патриот» и его ведущие Аня и Настя Зотовы и Александр Слепченко. В нашей рубрике мы будем говорить про патриотизм. Мало кто из нас задумается, что мы, люди 21 века, являемся частью пирамиды, в основании которой лежит тысяча наших предков, живших десятки или даже сотни лет назад. Мы являемся частью великой страны, имя которой — Россия. Мы хотим больше знать о символах России и рассказать о них другим. Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою землю, за свою родину, за свой народ, а олицетворяют землю, ее символы. И эти символы вызывают у нас определенные представления. Вот, например, когда мне говорят о Париже, я представляю эльфовую башню, а у меня Соединенные Штаты Америки ассоциируются со статуей свободы и с небоскребами. А что первое приходит вам в голову, когда вы хотите рассказать о своей стране? Березки, балалайка, избы, медведь, матрешка, в конце концов. У различных стран различная символика, но основными символами государства являются флаг, герб и гимн. Наш флаг называют триколором. Он имеет три цвета — белый, синий, красный. А всегда наш флаг был таким. А вот сейчас в этом мы разберемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, это было интересно узнать всем людям, которые нас смотрят. Второй символ — это герб. А где можно увидеть герб нашей страны? На монетах, на печатях, на военной форме. Вот когда мне исполнится 14, на моем паспорте будет герб Российской Федерации. Правильно. Я думаю, полезно всем будет узнать историю нашего герба. Двуглавый орел был эмблемой палеолога в последней династии императоров Византии. После падения Византии великий князь московский Иван Третий женился на Софье палеолог, племяннице последнего императора, и двуглавый орел появился на его печати. При его внуке Иване Грозном на груди двуглавого орла появился всадник с копьем. Позже корон на гербе стало три, и добавили скипетр с державой. В 18 веке двуглавый орел стал черным, а в 19 веке большой государственный герб стал включать в себя гербы территорий Российской империи. В эпоху временного правительства ненадолго появился герб, лишенный атрибутов царской власти. На время советской власти двуглавый орел с герба исчез, а в 93-м году вернулся, став золотистым. Ну и третий символ Российской Федерации – это гимн. И так как мы с Настей занимаемся вокалом с детства, нам он очень хорошо известен. Мы подпевали его на всех государственных праздниках самых малых лет. У гимна нашей Родины тоже непростая история, и каждый гражданин должен знать ее. Прежде чем у России появился официальный гимн, важные торжественные мероприятия тоже сопровождались музыкой. Сначала это были церковные песнопения. Во время правления Петра I в 18 веке им на смену пришли военные марши. Композитор, чье имя неизвестно, создал популярный тогда Преображенский марш. Государственным гимном он не являлся, но за рубежом ассоциировался именно с Россией. В 1791 году появился еще один неофициальный гимн – «Гром победы, раздавайся». Композитор Козловский написал на стихи Державина полонез, которые исполнили для императрицы Екатерины II на празднике в честь взятия Суворовым крепости Измаил. В 1798 году государственным гимном России стала композиция «Коль славен наш Господь в Сионе». Она всегда предшествовала появлению императора. Наконец, на смену духовным гимнам в 1816 году приходит первый официальный гимн страны – «Молитва русских». Русский император Николай I был сторонником всего русского и поручил приближенному композитору Львову написать русскую музыку для государственного гимна. А Жуковского попросили переделать несколько строк, чтобы текст ложился на новую мелодию. Впервые эта версия гимна прозвучала под названием «Молитва русского народа в Большом театре», а с 31 декабря стала официальным гимном Российской империи под более запомнившимся названием «Боже царя храни». В 1922 году «Интернационал» стал и первым официальным гимном СССР. Он продержался более 20 лет. Новый гимн впервые прозвучал на радио в новогоднюю ночь 1944 года и не получил названия. «Интернационал» же остался символом коммунистической партии. Гимн СССР учили повсюду – в школах, в армии, в рабочих клубах. На улицах устанавливали таблички с текстом. С чистого листа. Новоиспеченная Россия в качестве гимна выбрала патриотическую песню Михаила Глинки. В 2000 году вновь начались дебаты вокруг символов России. Многие спортсмены жаловались, что у гимна нет слов и во время соревнований нет возможности его петь. Президент страны Владимир Путин предложил вернуться к музыке советского гимна, чтобы подчеркнуть преемственность поколений. А текст переписали под новые реалии, и уже в третий раз автором стал Сергей Михалков. В новогоднюю ночь на 1 января 2001 года в стране прозвучала мелодия, которую мы и сейчас знаем как государственный гимн Российской Федерации. Гимн, как правило, звучит на торжественных и праздничных мероприятиях, на официальных церемониях. Допускается его исполнение в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом или ином вокальном и инструментальном варианте. Главное правило – точное соответствие утвержденной музыке и тексту. Сегодня мы с вами узнали очень много и интересного о символике нашей Родины. Мы поздравляем всех с наступающим праздником! С Днем Государственного Флага Российской Федерации! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова